Интересно, что одной из самых болезненных проблем является видимая связь, или, как они говорят, инкорпорированность во властной структуре церкви. И, естественно, здесь большая есть опасность того, что если у людей складывается такое мнение, то если рейтинг власти сейчас высокий, то, естественно, церкви высокие. Если этот рейтинг резко упадет, естественно, будет и такое же отношение к церкви. И вот этот вопрос, он достаточно серьезный. Значит, где-то мы в своих рассказах или в своем информационном поле не уделяем должного внимания сатериологическому аспекту нашей деятельности. То есть мы говорим о том, что вот такая-то программа есть, и вот церковь вносит свой вклад, а главная программа в Евангелии. Понимаете? И это наша информационная ошибка. Если мы говорим о какой-то даже благотворительной деятельности, то мы вначале должны сказать, что эта благотворительная деятельность основана на Евангелии. И в то же время она имеет, так сказать, основания и в светских, так сказать, программах и так далее. А когда все наоборот, то у людей складывается впечатление, что мы просто следуем фарватере. И вот это очень серьезная проблема. Как правильно нам рассказать о своей миссии? Как правильно, какие поставить акценты? И в этой связи, мне кажется, нам нужно поговорить об этой проблеме очень серьезно. И особенно о формировании нашего информационного поля, потому что множество спекуляций на этой теме о связи церкви и государства. И мы сами того не хотя даем повод для этих спекуляций. И повторяю, что неправильно выстроена даже сама подача материала. И я должен сказать, что иногда смотришь передачи, программы, почему-то или телерадио, так сказать, и почему-то священники, которые ведут их, они начинают с того, что вот такая программа принята государством, и мы тоже ее исполняем. Но это совершенно неправильный подход, понимаете? Ведь мы-то исполняем то, что заповедано Христом. И вот если бы вот это было главное для того, чтобы людям рассказать, что мы делаем, тогда вот та надмирность, которой не хватает, как считают люди сейчас в церкви, она бы, так сказать, присутствовала. И это бы защитило от многих нападок церковь в нашем информационном поле. Целью конференции было рассмотрение проблемы на 50-е. К сожалению, в нашем городе, в Древнем Реши, активное распространение, в последнее время, приобрела вот эта религиозная деятельность. И вот, поскольку я являлся одним из инициаторов проведения данной конференции, местные журналисты попросили выступить, дать интервью, рассказать о том форуме, о той встрече, которая проходила в нашем семинаре. И вот, поскольку интервью было размещено в интернет-газете, сразу последовал ряд негативных подпликов, общий смысл которых был следующим. Крупные мошенники мешают развиться мелким нашим. То есть, так было оценено значение нашей инициативы, и только это все было направлено. Ну и вот, мы обратились к учащенцу курсов, а это Миряль, чтобы были написаны какие-то отзывы соответствующие, положительные отзывы. И вот они вступили в эту политику, как полагается христианам, дали ответ скорбостью Багоговинин, и оказалось, что вот эти у блогеров, в общем-то, практически сразу пропали все аргументы, все аргументы, их политика не были исчерпены. Когда вот эти люди, которые прошли всего лишь начальное благословское образование, они смогли дать надлежащий отпор, вот той агрессии, тому негативу, которая часто остается просто без ответа. То есть мы видим какие-то негативные отклики на нашу деятельность, и поскольку просто не проявляя сложной активности, ну вот, создается такое мнение, что в обществе господство какое-то негативное отношение к святейшему патриарху церкви. Вот этот стереотип, на мой взгляд, православные семьи должны разрушать, и учащиеся в духовных школах, миссионеры, которых часто, вот, ну сложно как-то реализовать, есть факультеты соответствующие, святой технического университета, вот как у нас дополнительное образование. То есть мы как раз можем реализовывать деятельность этих миссионеров именно в плане информационной миссии церкви. Поэтому, еще раз повторю, тему данной конференции, инфраструкционной миссии церкви, декорская миссия церкви, находящей актуальность и подъемных, желаю всем участникам конференции благодарных успехов, приятных впечатлений от этой работы. Вот та огромная, в общем, большая информация, то, что есть в описании святых отцов в толковании книги пророка Ионы, не знаю, будешь зачитать мне, я вот написал, какие выводы следуют, миссионерские выводы из книги пророка Ионы. Книга начинается с того, что Ионы получают задание от Бога. Первое, то, что он должен, понимая, помнить, и вообще должен помнить каждый миссионер, что он есть посредник, посол, который идет к конкретным заданиям, с посылом от посылающего, а не от самого себя, которому от себя нельзя ничего не добавлять, ни будет, ни убавиться. Во Ветхозаветные времена Бог непосредственно открывался своим праведникам и лично передавал им сообщение. После существования Духа Святого, в день Пятидесятницы, Господь открывает людям свою волю через Церковь Христову. Даже если это происходит через непосредственное откровение, поскольку откровение считается приемлем только после того, как Церковь подтвердит его божественное происхождение. Вот первый и главный миссионерский принцип, который изложен в книге пророка Иоанна, то, что миссионер или группа миссионеров должны иметь четкое, конкретное богословление в священном начале Церкви, прежде чем идти на пробуете и осуществлять миссионерские задачи. На каждом этапе своей активности миссионер должен ясно понимать, какое миссионерское задание он выполнил, и кто именно дал ему это задание. И он получает задание от Бога и успешно осуществляет его, как видно из окончания книги. Несмотря на все перипетии, что приключилось с ним по воле или неволе, задание он выполнил точно и без изменений. Но не сразу. Сначала он определил свое отношение к посылу и проявил его без малейшего изменения самого посыла, который он донес с таким успехом. Какое это было отношение, и почему Иоанн сформировал именно такое отношение, об этом сказано много. Конечно, мы сейчас это не будем останавливаться. Здесь для заключения следующего вывода важно, что Иоанн знал о задержании посылов, имел свое отличное отношение к книгу и не изменив суть полностью, передал его понятной адресатам формы, которые были чужездиницы. Из этого следует второй принцип миссионерства, что висионер должен хорошо знать о задержании посылов, то есть вероучении и нести соответственность и за доставленное, и за задержание доставляемой информации, не изменив его суть и даже уволечивая. Итак, пастырь в информационном пространстве. Начну немножко пораньше, потому что любой христианин, как ладыка Николай сказал, он по призванию своему христианскому должен быть миссионером, потому что миссия – это и есть одна из важнейших задач церкви. Мы находимся в стенах семинарии, каждый, кто обучался, проходил курс семинарский, и он должен понимать, что такое христианин и в чем его служение этому миру и цель его пребывания на земле как христианин. Вот и среди этих задач одна из главных является миссия. Поэтому, да, каждый человек является миссионером. Поэтому очень важно вот эту такую важную глобальную задачу представлять каждому крещённому человеку. И вообще-то под этим углом рассматривая свою жизнь, и это может стать одной из главных таких задач и воспитания будущих христиан. Вот родился человек маленький, его крестили, и начинаем приобщать его и к евхаристической жизни, и культурной, и евангельской. Но очень важно, чтобы вот это о том, что ты христианин. Это совсем непросто. Так, кушай хорошо кашку и этим всё ограничься. Нет, христианин, он служитель слова. Слово – это Христос. Вот такое сознание того, что ты служитель Христов и именно в деле миссии. Это и есть очень важно для понимания. Проповедь. Отец Александр Шаргунов. Многие знают его книжки и так далее. Ян, честно говоря, не бы его поклонник. Потому что, знаете, хотя проповеди потрясающие сами по себе, по тексту. Но слушать их я терплю, потому что уже в редакции я не могу слишком пойти против этого. Ну, отец Александр, мы знаем, что это такое. Такая очень важная, краска тёмная. Хотя рада, лишь в нашем букете. Там знаменитая его пасхальная проповедь. Говорит, Христос воскресе, дорогие братья и сёстры. Вновь антихристу Москве. И дальше идёт об этом. Но, пример. Смотрите, как интересно. Один, захожу я, под Сергеем Посаде, в маленький приходской храм не к самому началу литургии. И батюшка выходит с проповеди. Говорит такое слово. Златоуст. Потрясающе по глубине. По мысли, по эмоции, по насыщенности, по актуальности. Я потом подхожу ему и говорю, слушай, ну сокровище. Отец дорогой, Бога ради, приезжай на радио, радонешь, ну там, когда сможешь, на электричке пусть подстроимся под тебя и так далее. Говорит, Евгений Алексеевич, простите, но это не моё слово. Я прочёл, это я заучил проповедь отца Александра Ширгунова. Понимаете, его личное состояние, голос отца Александра, это одно, его психофизическое даже состояние, которое вот так. А тексты, вы почитайте, это же сокровище церковное. Это же, он писатель, профессиональный писатель. Это замечательные тексты. Вот бери, выучивай, перекладывай, если есть возможность такая эмоциональная, так сказать, пробить, донести это. Бога ради. Кстати, святейший Алексей, который меня благословлял, там, тоже 20 лет тому назад на радио, раньше говорил, ваш святейший, давайте сделаем большую общую церковную радиостанцию. Он мне говорит, не нужно. Знаете, сколько у меня тут за 30 секунд или там 20 мыслей разных, почему это не нужно? А он говорит, а вы знаете, вы никогда не сможете говорить, будучи официальной радиостанцией, то, что вы говорите сейчас. А? Мудрость. Вот вам благословение. И святейший Кирилл подтвердил это благословение, говорит, радио радости, что это тайное оружие московской патриархии. Он поскольку это сформулировал. То есть, мы можем свободно высказываться по тем вещам, имея цензором религиозную совесть в себе, свою православную совесть, не подвержены никакой цензуре. Абсолютно. Теперь переходим к главной теме разговора. Это как понимать сегодня миссию канала Спас. В чем она заключается? Да, конечно, мы обязаны делаем и будем делать проекты, программы, показывать документальные фильмы, которые относятся к традиционному пониманию христианской церковно-православной миссии. Но, кроме всего прочего, мы еще должны заниматься некими другими вещами. Что я имею в виду? С одной стороны, укрепление позитивного образа церкви, в частности, ее предстоятеля в массовом сознании современной амбитрии. Ну, как можно охарактеризовать вот этот образ, который надо создать? Да, это церковь, это активный, заинтересованный, неотгажированный, ответственный социальный институт современного российского общества. Надежная нравственная опора этого общества и государства, хотя тут надо быть, как правильно было сказано, аккуратным. В том числе, с точки зрения выживания в современном мире, агрессивным по отношению к России сегодня, события в Новороссии и в Крыму ярко показали, что мы, как сказал император Александр обречены на историческое одиночество. Мы страна цивилизация и мы будем только испытывать проблемы и давление внешнего мира. Сегодня вот этот патриотический подъем, он с одной стороны и начал задавать вопросы и церковь должна на них отвечать. Это кто мы, в чем есть самоидентификация русского народа, какие у него нравственные опоры и здесь мы должны предложить ему ответы на это. Мы продвигаем православный опыт жизни, а именно наша задача оперативная интерпретация актуальных фактов, событий, реалий, персоналей с определенных позиций. С каких? Национальных государственных интересов современной России, как мы это понимаем и мы не должны стесняться говорить, что а мы вот так понимаем. С опорой на традиционные и мы не скрываем консервативные христианские ценности, но на откровенно православное понимание этической, моральной и нравственной стороны происходящих событий. Вот этого очень от нас ждут, собственно, этого и от церкви ждут. Значит, мы выяснили такой проект, что мы готовим совместность и приглашаем ребят к участию на заочные направляем и параллельно с этим делаем вечерние лекции, встречи по практической миссии, где они получают опыт в ведении дискуссии с мусульманами, скажем, общения с харизматиками, как отстаивать не на эмоциях, а аргументы спокойно, четко, внятно, например, или, скажем, организация молодежных проектов. О чем я сейчас Дмитрий сегодня говорю? В интернете в том числе. Но не все могут, не все доезжают, всем сложно. И мы для этого сейчас запустили проект, он уже реализуется, есть такой ресурс «Экадемия Су», обращаю ваше внимание, пока мы в стадии разработки, но там уже выложены первые лекции, там уже есть распечатки, мы готовим тесты, человек может оплатив Wi-Fi, получить информацию дистанционно, и, скажем, раз в месяц приезжать из почти Калужской области, потому что Москва дошла, дотянулась до границ Калужской области, приезжать и на Калукуме показывать свои знания. Он получает на эти миссии практически, а раз в полгода в Тихоновском университете на факультете миссионерском, показав свои знания, получив подтверждение того, что он обладел этой базой, идти дальше. И тем самым, пройдя два года вот этой практической подготовки, он может уже, мы его видим, и поручившись два года в Тихоновском, что очень непросто, мы видим, что он способен, что он прошел некоторые фильтры, мы понимаем, что это за человек, выходить уже, мы не боимся за него, на переходы, он может быть, станет священником или пойдет в это направление дальше, не обязательно стать священником, может быть, и девушка, вот они, все ребята имеют это призвание, но важно, что он вошел в нашу орбиту. А с другой стороны, мы существенно экономим затраты на получение информации, на работу с информацией. И это вот самое главное, чем мы сейчас занимаемся, потому что Патриарх очень так вот настойчиво, я бы сказал, говорит нам о том, что полубакалавриат, обучение кадра, все решаются, найти кадры, должны сами уже иметь навык работать с информацией, и мы понимаем, что если человек этим обладел, то он может пойти дальше и этим поделиться. Важно его найти и с ним здесь вот начать работать. Нам иногда пытаются сказать, что нам нужно измениться, изменить свое учение, вера и нрава в учение, изменить подходы к некоторым общественным проблемам для того, чтобы понравиться современному человеку, для того, чтобы, как некоторые скажут, выгодно продать свои религиозные услуги. Слишком часто нам пытаются навязать психологию рекламщиков, людей, которые хотят создать у окружающих некую иллюзию полезности для того, чтобы впались тот или иной товар. Да не будет этого с нами. Не будем идти на поводу у тех, кто пытается побудить нас измениться для того, чтобы якобы оказаться более приемлемыми для той или иной группы населения. Некоторое время назад я читал в интернете интересный текст, написанный неверующим человеком, который постоянно бросает все или иные вызовы к Велославной Церкви. Я неверующий, но я заботюсь о том, чтобы вам, верующим, было хорошо. И для того, чтобы вам было хорошо, для того, чтобы вас услышали, вам нужно отказаться от вашего взгляда на аборты, от вашего взгляда на отношения между полами, от вашего взгляда на общественные устройства, измениться, подстроившись под то, что я могу принять. И те, кто составляет мой групп, также могут принять. Нас к этому достаточно активно подталкивают. И пусть предупреждением перед лицом этого вызова для нас будет нынешнее положение некоторых западных христианских или уже постхристианских общин, которые практически полностью отказались от верности Евангелия, от верности апостольскому и святоотеческому христианству, приняли некоторые позиции прямо противоположные Евангелию и апостольскому и святоотеческому христианству для того, чтобы понравиться окружающим и для того, чтобы не раздражать одного из тех людей, какого-либо из тех людей, которые бросают на вызовы подобные только что приведенные.